Отношение к офшорным компаниям. Ну, какое наше отношение к офшорным компаниям? Например, брокер, зарегистрирован в офшоре. Да и вообще любая компания зарегистрирована в офшоре. Во-первых, давайте разберемся, что такое офшор. Офшор – это же не официальное название. Это определенные куски, ну, то есть, некоторых стран, определенные регионы, где упрощенное налогообложение. Ну, типа, мало налогов платят, но близко к нулю. Некоторые думают, что вот за счет того, что компания зарегистрирована в офшоре, она как бы, типа, плохая, потому что, ну, если с ней судиться, то будут большие, ну, там, долго надо ходить, где-то там уезжать, куда-то подавать в суд, там, и так далее. То есть, как бы, какие-то определенные канители. А якобы, если не в офшоре, то тогда нарушений не бывает, то есть, и потому что сразу можно засудить, и суд у нас самый гуманный в мире, то есть, все в порядке, решают все вопросы и так далее. На самом деле, это бред. Компания, которая зарегистрирована в офшоре, во-первых, это компания, у которой уже как-то, ну, то есть, первый признак того, что менеджмент нормальный у них. Ну, то есть, люди, которые не просто тратят деньги, да, потому что раз налоги низкие, они отбирают наивыгодную позицию, в таком случае расход производства, скажем, услуги или чего угодно, то есть, он уже меньше, ну, потому что налог ниже. Соответственно, в итоге цена продажи ниже, ну, то есть, цена услуги ниже. Соответственно, для клиентов это классно. И, напротив, если платить большие налоги, то, ну, себестоимость продукта вырастет, естественно, цена, конечно, будет больше, ну, выше, и в итоге, ну, для конечных потребителей это не выгодно. Что касается, типа, нарушение или не нарушение, оно вообще не связано с этим. Потому что, поскольку, если есть нарушение, то, а компания работает не первый год, то, в принципе, есть сарафанное радио, но постепенно, так или иначе, как бы, ну, то есть, распространяется, и люди просто начинают избегать эту компанию. Притом, неважно, где она зарегистрирована. Но не надо забывать, конечно же, что есть, ну, определенные форумы, то есть, помимо, ну, абсолютно всего, что сейчас происходит, да, есть специализированные форумы, на которых что происходит? То есть, это целая индустрия, на которых происходит очернение, ну, компании, притом всех подряд, то есть, просто там специализированные форумы. Грубо говоря, это, скажем, ну, такого рода параллельная вселенная, да, в интернете, в которой происходит вот просто обсуждение. Соответственно, ну, с какой целью это происходит? То есть, с целью того, чтобы на этом зарабатывать, потому что компания должна закрыть какие-то там вопросы свои, ну, если они про нее клевету пишут, это раз. Второе, эти форумы, вот, то есть, их найти-то практически нереально, то есть, кто там написал, как написал и так далее, ну, то есть, вживую. Можно за клевету у человека, ну, на человека суд подать, а в форуме интернет не можешь, потому что ты его просто тупо не найдешь. Соответственно, ну, то есть, то, что в офшоре, а, более того, в офшоре, кстати, зарегистрированы все крупные компании, большинство, ну, то есть, у кого менеджмент толковый, смысл платить, переплачивать, короче, за, ну, расход, дополнительно брать на себя. Или на айфоне, если вы посмотрите, вроде, ну, хороший телефон, да, то есть, компания серьезная, одна из крупнейших по капитализации, значит, но производит их, ну, то есть, собирает, их в Китае. Чего же в Китае-то собирают? Почему не собирают в другом месте? Ну, как бы, это же Китай, а чего не собирают, ну, в Штатах? А ничего не американцы собирают, а китайцы. По простой причине, потому что расход, то есть, расход на производство меньше. А собирали бы американцы, то он стоил бы не тысячу долларов, а две или три, там. Вот и все. А в итоге, кому какая разница, потому что все равно покупают этот айфон так же. Или там, вот там, сейчас купили индийская компания, это Тата, купила Land Rover, и Ягуар, по-моему, тоже. И тем не менее, вот уже несколько лет, ну, как бы, Land Rover от этого не падает в цене, но производство-то по себестоимости ниже. А что продали? Потому что, ну, не могли покрыть себестоимость. А сейчас эта компания нормально развивается. Так что, на самом деле, прежде чем судить, это нормально делать, ну, типа, компания зарегистрирована в офшоре или нет, надо соображать, надо сначала быть бизнесменом, а бизнесмен – это тот человек, который может организовать определенный список, ну, определенный набор процессов, которые в итоге приносят деньги. Эти процессы в чем происходят? Ну, то есть, есть какая-то инвестиция определенная, что-то с ними происходит, и в итоге оно должно выдать больше, чем ты инвестировал. Так конкретно, если ты инвестируешь больше, чем можно, ты что-то удивляешься, что тебе потом не выходит, потому что другие-то инвестируют меньше, ну, то есть, на те же, ну, то есть, расходов меньше, на те же рабочую силу тратят меньше, на налоги тратят меньше, на много чего тратят не меньше. Соответственно, продукт в итоге по качеству не уступает тому, у кого расходы большие, а по цене уступает, ну, разница большая. Соответственно, покупатели покупают тот, что дешевле, потому что качество такой же, но стоит дешевле. А потом удивляетесь, блин, вроде не в офшоре Вроде там у нас под носом, но при этом закрылся банк или компьютер.